Медицина и милосердие – понятия неразделимые. Это ежедневно доказывают медицинские работники, которые своим самоотверженным трудом спасают жизни. Несмотря на трудности и колоссальные нагрузки, они остаются добры и внимательны к пациентам. И иногда теплота, подаренная врачом или медсестрой, помогает в процессе выздоровления не меньше, чем правильно назначенное лечение. Юноши и девушек, которые решили посвятить себя медицине, с первых дней учат, что милосердие – это часть профессии. Бескорыстно дарить свою заботу и внимание тем, кто в этом нуждается, и всегда быть там, где необходима помощь – вот отличительная черта студентов-медиков. Волонтеры Новорайского филиала Свердловского областного медицинского колледжа реализуют большую волонтерскую работу по разным направлениям. Социальное направление, волонтеры-спасатели, волонтеры-конституции, волонтеры-медики. На постоянной основе на протяжении многих лет обучающиеся в медицинском колледже студенты осуществляют патронаж над пожилыми и маломобильными жителями Новоуральска. Это тоже часть профессионального становления будущего специалиста. Пожилые люди очень ждут, когда мы к ним придем. Звонят нам, когда придете, когда придете, спрашивают. Мы стараемся, конечно, осуществить по возможности все заявки, которые нам поступают по звонку. Мы же, как волонтеры-медики, не только осуществляем медицинскую деятельность, не только проводим пульсиметрию, измеряем артериальное давление. Часто очень они нуждаются в общении. Очень любят рассказывать о том, как они жили в молодости, вспоминают о своей работе. В непростые времена пандемии коронавируса по всей стране будущие врачи, фельдшеры, медсестры или медбратья стали оказывать помощь медицинским организациям. Не стали исключением и студенты Свердловского областного медицинского колледжа и его филиалов в городах региона, в том числе в Новоуральске. Спектр работы действительно широк. К примеру, волонтеры работают на входном фильтре в филиале номер два городской поликлиники. Студенты медицинского училища, будущие фельдшера, медсестры, они помогают в этой работе, помогают осуществлять входной контроль. Действительно, нагрузка на врачей, медсестер, да и вообще на весь медицинский персонал значительно в разы выросла. Поэтому вот эту помощь мы принимаем с благодарностью. Бывает сложно, люди разные приходят, бывает не сразу понимают, куда приходят, зачем приходят сюда. Просто у нас сейчас фильтр, к сожалению, не работает. Это нужно донести до человека, что ему нужно обратиться в третью поликлинику или позвонить в кулцентр, чтобы приехал к нему врач. Интересна та отдача, которую ты сначала отдаешь людям, помогая в этом волонтерстве, а потом тебе вот как-то вот по-другому это все возвращается. Без помощи со стороны студентов не осталась и детская поликлиника. Здесь помощь оказывается также на входном фильтре. Сменяя друг друга, волонтеры измеряют температуры и помогают обработать руки юным пациентам и их сопровождающим. Конечно, эта работа абсолютно бесценна, потому что лишних сотрудников у нас нет, все брошено на работу с ковид. И самая лучшая благодарность – это отсутствие жалоб. Вот, вот это основное, да, то есть очень доброжелательно относятся к пациентам. У нас пациенты особенные, это дети, вот, и очень сложно бывает заставить маленького ребенка дать ручку, чтобы измерить температуру, но в основном все так с интересом относятся. Во время визита нашей съемочной группы в детскую поликлинику на смене находилась Марина Выборнова. В медицину она пошла, наблюдая пример бабушки, которая работает терапевтом в Невьянске. А когда сказали, что нужна помощь в период пандемии, согласилась, не раздумывая. Я работаю, получается, где-то с сентября, с октября месяца. Ну, в основном мне трудно, мне это нравится. Ну, в период сложившейся ситуации, вот эта пандемия, ковид-19, я помогаю персоналу в первую очередь. Работаю я 4 часа. Смена у меня начинает с 11 до 3. Работаем каждый день. Наши ребята здесь работают полностью самостоятельно. Они обеспечивают полный рабочий день с 7 утра до 19 часов вечера. Работают они у нас в 3 смены по 4 часа. Мы здесь проходим прекрасную учебную практику. Они шлифуют свои профессиональные умения, навыки, знания. Ну и вообще наша помощь здравоохранению нашей больницы, нашему населению города, ну, просто необходимо. Конечно, ту часть студентов, которые зарекомендовали себя в рамках волонтерской деятельности, с удовольствием трудоустраивают. Дарья Малинина с недавнего времени работает в колл-центре городской поликлиники. Для нее прием на работу стал благодарностью за ответственность и неравнодушие в учебе и добровольческой деятельности. Труд оператора колл-центра, по словам Дарьи, непрост, но в наши дни особенно важен для горожан. Я работаю когда-то. Я работаю около трех недель. Получается, моя работа заключается в том, что я работаю в колл-центре, разговариваю с пациентами, рассказываю им о графике работы, например, любых кабинетов, также вызываю врачей на дом. Бывают по-разному, например, от 80 до 130 звонков. Достаточно редко я получаю негатив, потому что все-таки люди понимают, что у нас очень много заболевших в городе, и, по крайней мере, они становятся более вежливо относятся к нам. Вместе с Дарьей в городской поликлинике трудятся и другие студенты. Неожиданно для себя многие из них, еще находясь на студенческой скамье, прошли, как говорится, боевое крещение. Для кого-то это стало слишком трудным испытанием, но те, кто справился и решил остаться в этой сфере, уж точно станут отличными специалистами, ведь теория подкрепилась уникальным практическим опытом. Они пришли к нам 1 ноября, они нам очень помогают в работе, мы научили их работать. Работают они у нас на всех местах, и в регистратуре, и в колл-центре. Работа очень тяжелая, не все выдерживают, кто-то уходит, но мы им благодарны за то, что они все-таки пришли к нам. Надеемся, что они все-таки будут работать. Еще одно направление работы – помощь Центру гигиены и эпидемиологии номер 31 ФМБА России. Здесь студенты помогают доставлять постановления и участвуют в обработке квартир и подъездов новоуральцев. Своевременная помощь молодого поколения позволила пусть немного, но снизить нагрузку на сотрудников Центра. Занимаемся мы тем, что дезинфицируем по адресам людей, которые уже были подтверждены с заболеванием ковид. Мы приходим к ним, мы получаем от них расписку, что они согласны с тем, что мы продезинфицируем их квартиру, мы их дезинфицируем, мы дезинфицируем весь абсолютно подъезд. За одну смену охватывается примерно по 10, 15, иногда 20 адресов, то есть каждый адрес – это один подъезд. Иногда мы выезжаем даже в деревни, то есть у нас были выезда в адреса в Починках, в Калиново, в Тарасково. Ребята очень инициативные, они ответственные, и они понимают всю серьезность проблемы на сегодняшний день. Конечно, они себя по-разному видят, свою дальнейшую трудовую деятельность. Кто-то закончит училище, кто-то будет дальше учиться. Но тем не менее, сегодняшняя ситуация показывает, насколько медицинские работники и вот уже такие будущие медицинские работники, они понимают серьезность этой проблемы и заинтересованы в том, чтобы продолжать свою дальнейшую профессиональную деятельность и милость медицины. Важно отметить, что студенты не прекращают своего обучения. Все они сейчас находятся на дистанте. От работав, студенты-медики садятся за мониторы и учебники, чтобы изучить необходимый материал и подготовиться к зачетам и экзаменам, которые уже совсем не за горами. По традиции, пожелаем им ни пуха, ни пера и, конечно, крепкого здоровья, ведь они сейчас тоже на первых рубежах борьбы с коронавирусом. Виктор Малышев, Павел Сизов. Объектив. Итоги.